А мы бы с вами, дорогие мои, сейчас немножечко, немножечко поработали бы с нашей так называемой жизнью. Вот, кривое колесо получилось. Ну, допустим, да, у многих она такая и есть. Чего уж там, нормально. Итак, мы предлагаем вам сейчас оценить определенным образом такой простой вопрос. Как разные участки моей жизни соприкасаются друг с другом? Это старый добрый инструмент, который активно используется в коучинге, который называется колесо жизни. Кто знаком с ним? Ручки поднимите. Во, во, прекрасно, супер. Вот, мы предлагаем вам сейчас оценить разные моменты своей жизни. Разные контексты. Разные контексты своей жизни. И здесь, возможно, разные варианты того, что это за секторы. Кто-то, например, делит свою жизнь на до обеда, после обеда и ночь с пятницы на понедельник. Ну, для кого-то это так. Для кого-то, например, эти контексты, они означают, ну, например, дом, близкие. Или вот, например, карьера, бизнес. Здоровье и спорт. У некоторых даже это есть. Здоровье, спорт. Здоровье, красота еще. Красота. Сюда же, да. Качество жизни, да. Есть такая штука? Качество жизни. Что еще люди делают? Развлечения какие-нибудь. Друзья. Друзья слэш развлечения. Друзья слэш развлечения. Нет, не слышали. Причем-то предыдущая была реакция. Тут нет. Хобби. Хобби, да. Хобби, хобби. Тоже же есть. Хобби, увлечение. Там друзья развлечения, а хобби увлечение. Увлечения. Что там у нас еще есть? Отдых. Класс, класс. Отдых, путешествие, да. Доктор, что за слова вы говорите? Мне страшно. Помните-то известную шутку? Как много времени вы уделяете сну? Извините, чему? Ну, сон, спать, кровать, одеяло. Доктор, не страшно. Вы сейчас произносите какие-то очень страшные слова. Вот это вот как раз для многих, например, путешествия, развлечения, отдых, отпуск. Я просто вижу печаль, когда вот вы увидели отдых и путешествие. Ну, ничего, да, я не только у вас-то увидел. То есть там. Вот, что еще? Вот хорошо бы, да. А что, не было семьи? Дом близкий, хорошо, сюда же семья. А романтика там же? Черт подери, романтика отдельная вещь, да, согласитесь. Романтика. А секс это куда? К здоровью или к чему, видите? К спорту. Нет, понимаете, я как бы к чему? В зависимости от ваших интересов у вас может быть свой вариант откровенно говоря, и не обязательно там из восьми. Ну, по сути, на вопрос, что для вас важно, да? Что хотелось бы реализовать, что важно? По себе, по своему пруду, обслуживание здоровья. Это прям у людей. Здоровье, спорт, здоровье, спорт. Это прям новое занимается. Вот у кого-то, например, красота, романтика, у кого-то здоровье, спорт, красота в одном, понимаете? То есть вот здесь это реально зависит, дорогие мои, от вас, понимаете? У кого-то секс, например, связан с семьей. То есть есть и такое. То есть секс, семья. У кого-то, например, здоровье и секс. Почему бы нет, понимаете? То есть здесь, возможно, самые разные варианты. Пойду подлечусь. Пойду подлечусь, да, в конце-то концов. Обучение и развитие. Развитие, да, развитие. Здесь все ставят себе большой плюс, ага. Развитие, обучение. Там духовный, духовность, духовность, ага, духовность. Просветление. Чего, что такое духовность? Ну вот, духовность, слэш, медитации, сатанизм там всякий. Ну не знаю, ага. Что-что? Скрепы, да, скрепы, ага, духовность, медитация. Для кого-то духовность это скрепы, а медитация тут ни при чем. Вот, чего мы еще тут... Во-во-во, карьера, бизнес есть. Карьера, бизнес есть. Я здесь специально деньги не говорю, потому что, понимаете, у меня есть ощущение, что деньги, как ни странно, влияют на все вот эти вот участки. То есть, например, так вот смотришь, как там говорил Роберт Гилтс, это один из лидеров нейролингвистического программирования, деньги – это возможности, которые ты получаешь, заработав их, минус те возможности, которые ты теряешь, пока зарабатываешь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова